Ну что, конечно же, с наступлением осени всегда становится очень актуальна подборка теплых, согревающих, уютных, вкусных, алкогольных вот таких вот ароматов. Поэтому, конечно же, я тороплюсь с очередным обзором для вас и сегодня тема шоколад в парфюме. Как всегда, всем привет! Я, Настя, вы на канале Твой парфюмер, и здесь мы честны и просто говорим об ароматах. Собственно, кто впервые, пожалуйста, подписывайтесь, все заходите, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, с удовольствием всегда общаюсь. Напоминаю, что все ссылочки на свои личные странички оставляю вам внизу. Ну и, конечно же, как обычно, я с вами делюсь ароматами, обращайтесь по вопросам полноразмерных флаконов. Ну а мы не теряем ни секунды, погнали! Так, первый аромат, который появился совсем недавно в полноразмерном флаконе у меня, это, казалось бы, такой вот из самых известных из шоколадных форматов, это Монталь Чоколейт Гриди. И, тем не менее, он не так прост, как казалось бы. Вот он весь у меня гремит тут такой, да, вот с этой вот защипом. Итак, действительно, про шоколад, я бы сказала больше про молочный шоколад, какао, чашечку кофе, это однозначно капучино, конечно же, ну, собственно, там бобы тонка, ваниль. Вначале стартует очень съедобно и прямо очень громогласно, а дальше он начинает видоизменяться, как-то он обтекает достаточно интересно, и потом дальше какую-то пудровость приобретают, уходовое средство, кремовость. У нас начались дожди, у нас прохлада, и вот я его нанесла и удивилась, как красиво он раскрывается именно в такое чуть прохладное время. Я думаю, что и дальше, когда уже еще ниже упадет температура, да, раскроется он и еще более интересно. Очень вкусный, очень притягательный, такой соблазнительный, короче, классный аромат. Вообще, ни в коем случае он не какой-то там детский, как некоторые про него говорят. Не успевает он надоедать, и нота кофе очень аккуратная, и нота сладости очень аккуратная. Короче, суммарно все очень хорошо. У меня в моей коллекции появился, наконец-таки, представитель Киллиан. Конкретно говорю я про Black Phantom. Вот в таком он у меня официальном рефиле. Ребята, кстати, у меня, это старичок 2017 года, и здесь 100 миллилитров, это официальный рефил, который используется, естественно, в магазинах Киллиан. Да, они просто вот раскручивают эту крышку и переливают свои перезаполняемые форматы флаконов. Конечно, это просто фейерверк. Я реально искала классный, чтобы он был стойкий, чтобы он был шлейфовый, чтобы было очень классное, интересное, дорогое, такое, с заявкой, звучание. И я его нашла. Конечно же, там есть шоколад. Здесь это темный шоколад. Там есть ром потрясающий, очень красиво звучит. И ваниль, и цветы. И, короче, чего там только нет. Пирамид действительно большая. И есть сандал. Вот такая появляется, конечно, очень красивая сливочность. Такое опьяняющее. Он очень теплый, многогранный. У него очень хорошо слышны миндаль, карамель. Вот то, что я говорю, дает некоторую тягучесть, но не скатывается в чистую гурманику. Очень интересный формат. Короче, классный. Это модное звучание. В общем, обалденный Киллиан Блэк Фантом. Ну, как вы поняли, шоколад и какао, конечно, это прямо в спина к спине всегда идут. Поэтому я не могу здесь не включить подборку. Амуаж Лайлак Лав. Конечно же, это тоже один из самых знаменитых ароматов с нотой какао. Там и гелиотроп, там и сирень, короче, и пион. Естественно, какао. В общем, много-много всего тоже входит. Вот основные ноты, то, что слышит большинство. И вот здесь какао достаточно большая, прибольшая концентрация. Здесь уже не шоколад звучит, ребята, а именно какао-порошок. И многие страдают из-за него, потому что слышат его очень отчетливо. И он их переносит в какой-то ретровый момент. В общем, короче, что-то они бабушек многие вспоминают. И вот как-то он пылит им и так далее. В общем, я могу сказать, что на самом деле мне он лично нравится. И ни в какие ретро-ноты для меня он не скатывается. К этой ноте какао нужно просто слегка привыкнуть. Вот и все. Но звучит, правда, он очень хорошо и чистенько, и многогранно. У него очень большая вот эта пирамида и не зря заявленная. Но единственный момент, что касается стойкости и что касается шлейфа. Значит, шлейф там однозначно не километровый, могу сказать, но слышный на расстоянии вытянутой руки. Вот что касается стойкости, здесь уже история получше. Ну, давайте так, честно говоря, часов 5-6 это его максимум. Легкая такая вот сливочность, остается дальше такая слегка вот пудровая нота. В общем, такое хорошее тоже, в принципе, уходовое средство в конце, за финалем вот так. Al contrario, Тициана Теренци, мало о нем говорят, хотя это один из самых классных ароматов на тему шоколада. И причем там для меня вот вообще хочу сказать, я там отчетливо слышу термису, вот этот знаменитый итальянский десерт. И это очень красиво. Кстати, орешки лесные, боже мой, как они тоненько, но красиво и четко звучат, это что-то с чем-то. Короче, есть и сандал, понятное дело, шоколад, стойкость, шлейф, все хорошо. Шлейф, опять же, не задушит, не придушит. Не нужно здесь сравнивать более громогласные знаменитые ароматы у Тициана Теренци. Но этот аромат достаточно плотный по своему звучанию, поэтому будьте внимательны с концентрацией, с нанесением. Баканера Ортопариси, это уже посерьезнее, конечно, будет товарищ, но это тоже один из самых красивых представителей с темным шоколадом. Очень отчетливо здесь все понятно. Здесь темный шоколад и здесь древесные ноты. Вот, в принципе, он ничем, конечно же, тут супер-пупер не удивит, но это очень качественно, очень красиво. Такое вот классное, чистое звучание. Помимо того, естественно, шлейф и стойкость там просто на 100%. Пряная слегка композиция, очень теплая, достаточно такая тягучая. При этом звучание разбавляет имбирь, есть мускус, но мускус там, ребят, не выпирает, поэтому бояться не стоит. Короче, однозначно очень интересный, породистый такой вот вариант на тему шоколада. Следующий Мансера Чоку Вайлэд. Здесь шоколад и фиалка. Это очень красиво на самом деле звучит. Мало того, что это воспринимается вот именно шоколад в выпечке, как печенье, а дальше шоколадные ноты, которые стартуют прямо очень резко и очень так натуралистично, достаточно быстро начинают уходить, появляется фиалка очаровательная. Это очень интересно звучит. Превращается в пудру. Короче, очень красивое, опять-таки, более уходовое средство, что ли. Очень женственно, очаровательно. Своя фишка за счет фиалки однозначно, конечно, есть. Орешки прекрасно там чувствуются тоже, что не может не радовать. Темный шоколад, бергамот, короче, все очень хорошо и слаженно. И не попа слипательная, и никаких там кислых, отвратительных нот, ничего. Все суммарно. Очень красиво. Ну и, конечно же, какая подборка шоколадных ароматов без королевы. Без Том Форд, Блэк Орхетт. Вот она есть и все. Знаете, открывает дверь с ноги. Очень слышно, характерно ее присутствие, остается на следующий день. Особенно, если распылили там на одежду. И, конечно же, все обращают на нее, безусловно, внимание. Поэтому, ну это просто вот шедевр. Шедевр не менее того. Сложный, темный, слегка сладковатый. Тут же и землистый, слегка бальзамический, шоколадный. Короче, все вот просто на грани. Очень красиво звучит, безусловно. Но многих продолжает она пугать. Очень громогласно заявляют о себе, конечно, орхидея, пачули, шоколад, амбра, иланг-иланг. В общем, там достаточно, ну просто бронебойная вот такая история. И действительно, суммарно, очень тягуче, очень чувственно, сексуально. Ну, собственно говоря, welcome в данную подборку. Ну что, как я и сказала в начале видео, шоколад, ну это отдельная моя страсть. Особенно, когда очень красиво и необычно этот шоколад вплетен в парфюмерии, да. Поэтому с удовольствием, с удовольствием почитаю, как всегда, какие крутые ароматы с шоколадом знаете вы. И, пожалуйста, переходите вниз, оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте заходить в следующее видео. Здесь мы с вами поговорим о крутой подборке на Самата. А здесь, как купить всего за 2000 рублей целых 8 ароматов. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Конечно же, не забывайте подписывайтесь, комментарии, лайки. Вы все знаете. Ну а я желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Всем пока.